Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все брат и сёстры во Христе и все люди на земле. Сегодня хочу говорить, я давно хотел записать такое слово, такую проповедь на тему «Не делай зла». Вот мы очень часто, всё время, конечно, я сам проповедую, делай, 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 да. Ну, понятно, что одна единственная заповедь Иисуса нам оставленная, которую мы все с вами должны помнить, это любить людей, любить природу, животных, да всё, всё Богом сотворённое, да. Ну вот, в принципе, такие слова, такую фразу, такие цитаты, как хотите. Конечно, мы много очень приписываем там Библию, вот истинную, конечно же, это во все времена, во всех народах можно найти разную мудрость на эту тему, ибо, в принципе, Бог есть свет, и Он просвещает всякого человека, им же приводимого в мир, да. Вы помните, я вам напомню, апостол Пётр, Павел цитировали не раз эти слова, этот псалом, ну и он не один, в принципе, в 33-м псалме сказано, «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». И, кстати, то же самое практически слова мы в 36-м псалме тоже считаем, да. «Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек». Ну, вы знаете, я вот хотел поговорить, как раз сейчас не вот это, здесь-то все понятно, уклоняйся от зла и делай благо, да, и делай добро. А я хотел поговорить, тут все-таки есть определенный контекст, это же опять стихи вырванные из Писания. А вот я вам хочу сейчас одну такую тоже, кому-то может быть известную, кому-то нет, древнее изречение мудрецов сказать. И вот на его тему поговорить я хотел бы и теоретически поговорить, и поделиться своим практическим личным тоже опытом. У вас свой есть, поэтому вы тоже все это сравните, и я думаю, либо поймете меня, либо просто у вас то же самое было, либо еще будет. Вот древние говорили, у человека нет возможности сделать всем добро, да. Но у тебя или у него, у каждого человека, есть возможность никому не причинять зла. Казалось бы, можно вот эти две мудрости, два изречения, которые я произнес из Псалма, и вот это вот изречение древних, сказать, что они очень похожи, очень близко на одну и ту же тему. Но нет, конечно же, то, что я вам цитирую вот эту, я не знаю, автора, это как мудрые мысли, просто неважно, кто это сказал. Это, конечно же, по факту вы прекрасно сердцем понимаете, чистым своим, что это есть истина. И вот я хотел поговорить на эту тему. Я говорю, даже не знаю, начать с теории или с практики, или все вместе перемешать. Я, конечно, очень часто, и вот мои ролики, я иногда их так и называл, нагота сердца моего. В принципе, я люблю это делать, это опыт, а нет ничего лучше, чем опыт на самом деле. Потому что все это учительство или теории, какие-нибудь учения. Сам Иисус, вы помните, красная нитка была, он говорил, сотворите и научите. А почему он так говорил? Потому что сам творил и учил. То есть сам что сделал, то и заповедовал делать. Он и заповедовал творить и учить, потому что сам творил и учил. И вы помните, как Лука, начиная свою вторую книгу о рождении церкви, книгу «Деяния апостолов», о книге о раннем христианстве, о зачатии и возрастании церкви, первых учеников христовых. Вы помните, как он начал, какими словами, если нет, я вам сейчас напомню. Первую книгу тебе, Феофил, я написал о всем, что делал и чему учил Иисус. То есть, что делал и чему научил. То есть, что сам делал, тому учил. И нам, естественно, заповедовал тоже сначала делать. Он все равно говорил, сотворите и научите. Если праведность ваша не превзойдет, это все я даже не вырываясь контекстом, цитирую, не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то есть тех, кто внешне какие-то вообще вещи нелепые, соблюдают ничего не меняющие никак внутренности и не могущие изменить, такие, как дела закона, обряды всяких постановлений человеческих, бабий и дедушкиных басен старческих и книжников. Все даже знаешь, ты теорию знаешь хорошо, ты знаешь, что надо любить ближнего, что это единственная заповедь Иисуса, но ты ее не соблюдаешь. Естественно, это праведность мнимая. Поэтому, хоть ее Господь и назвал, если праведность ваша не превзойдет, это никакая неправедность, это так, в кавычках, естественно, Иисус сказал это слово. И вот я тоже, я вам, в принципе, ролик-то, кто, конечно, последовательно смотрит, тому более все понятно, интересно, когда. Потому что любой проповедник, вы знаете, я как-то общался тоже с братьями и сестрами, и мне некоторые говорили, нет, ты вот должен, знаешь, абстрагироваться и ничего в своей проповеди стараться не выплескивать свою личную жизнь, какие-то переживания, либо, наоборот, радости. Ну, я сколько слушал, если честно, сколько я пытался так делать, у меня не получалось. И, если честно, я считаю это неправильным. Я живой человек, я индивидуален, у меня есть свои особенности, хорошие и плохие, да, кому-то просто нравишься, не нравишься. И более того, человек, он действительно уникален, и радость именно в том, что мы вот такие вот разные. Поэтому, прежде всего, надо быть самим собой. Это даже у ты, но могут быть, это я так сказал, что понятно, у меня, естественно, есть недостатки, вот, и тоже я погрешаю, вот. Но я имею в виду, что есть и разность, а это вообще далеко не грех, мы все разные. Один такой, другой такой, и мы делаем себя разными. Я говорю, один волос красит в зеленый, другой в синий, и это не грех. Каждый делает, что он хочет. Более того, это даже красота. Если это тебе не нравится, это не значит, что это некрасиво. То, что тебе некрасиво, другому, может, красиво. И ты никакого права авторского на красоту и на ее определение не имеешь. Вот. Настоящий грех есть только один. Это ненависть к ближнему, да, не любовь его. И вот, приближаясь к этой теме, я хотел, как бы, сказать, вот, продолжить ту тему. Я же, конечно, об этом размышлял, да. Ну, видимо, начну я все-таки со своего опыта, да, сотворите и научите. Я все-таки поделюсь, наверное, своими. Вот, вы знаете, я несколько, почти три года, получается, я уже, как бы, выкладывал свои ролики, делился со своим жизнью, мировоззрением. Потом, вот, я на год ушел. Ушел я почему, вы знаете, да. Я ролик записал, до свидания, там все сказал. Меня затошнило уже от такого общения, потому что я попытался найти настоящих учеников, живую церковь. Я ее практически не нашел, да. Вот. И именно люди меня отвратили от этого, да. Вот это вот, человеки. И вот я вернулся уже третий месяц, как я опять снова все проповеду. Вкладываю, конечно же, я многое переосмыслил в этом плане. Именно вот не мировоззрение свое, не учение Иисуса, не свою жизнь, а именно вот свое отношение к этому. Что я видел, что слышал, как общался с людьми, как они общались со мной. И я вот продолжаю эту тему, и тему «Не сотвори зла». Вот это именно фраза, теперь я еще раз ее произнесу, и буду периодически произносить, чтобы она вам все больше раскрывалась. У человека нет возможности всем делать какое-то благо. Весь мир накормить, напоить, исцелить, воскресить, да. Всем по машине купить, всем улыбнуться, всем пожать руки. У человека нет этой возможности. Но у тебя есть возможность, и ты ей обладаешь 100% никому не сделать зла. Вдумайтесь в эту фразу. Действительно, чтобы сделать добро многим людям, ты должен как минимум со всеми соприкоснуться, чтобы что-то ему сделать. А не делать зла очень легко всему миру. Во-первых, ты уже не делаешь зла с тем, с кем ты вообще никак не соприкасаешься с людьми, да. Ты уже никак. Ты им, конечно, добра не можешь делать, но ты и зла им реально не сделал. Получается, если ты не сделаешь еще и зло тем людям, с которым ты сепарикасаешься, ты можешь эту заповедь, так назовем ее, вот эту, которую мы сейчас с вами, я вам зачитал, которую считаю действительно истинной мудростью, да, истинной жизни, ты действительно можешь исполнить на 100%. Потому что сделать всем добро невозможно, а вот не сделать никому зла. Ну, тут как бы говорится, что первое, ее невозможность, если это сделать заповедью, полюби всех, да, там, грубо говоря, сделай всем благо, ты ее реально исполнить не можешь. А вот не сделать никому зла, ты можешь. Потому что ты не делаешь тем, кого тебе не встречаются люди. и ты действительно, потому что, может, ты встречному человеку не можешь ничего сделать, у человека болен, да, ты что, врач? Да, если ты врач, не факт, что ты врач этой профессии, этого направления. Если даже этого не факт, что ты ему можешь помочь, да, потому что даже одни и те же врачи в одной и той же болячке, кто-то может помочь, кто-то нет, хотя они все в этой области специалисты. Вот, не важно, там, знанием меньшими обладает, а там, кто-то большими, или ему повезло, и один исцелил, другой нет, поэтому и бегаем там под ним и тем же специальностям, но по разным врачам они также ошибаются и прочие вещи, да, вот. Но ты реально можешь не сделать зла. Кстати, отсюда, кто знает, в принципе, и клятву Гиппократа, да, то есть первое, хотя бы не навреди. И эту заповедь исполнить ты можешь. И вот, когда я вот это все общался, вы знаете, конечно же, я терзался, меня многие тоже корили, именно когда ты проповедуешь любовь, все почему-то, и, в принципе, я проповедую, естественно, любовь-то она в делах выражается, это не просто ты сидишь в пещере, кричишь, я люблю весь мир, и все, да, при первом соприкосновении с этим миром ты так его любишь, что все в шоке от твоей любви к нему, да. Вот. И естественно, я и проповедую, что ты действительно поступаешь по любви к людям, вот, когда с ним соприкасаешься, с этими людьми, с миром этих людей. И я тогда стал задумываться, потому что, конечно, меня начинало, ведь христианин, он призван к совершенству, вы помните, то же самое на горную проповедь, опять вам процитирую, Иисус говорил, да, перечисляй нам все и заканчивай любовью к врагам, и эту любовь выражать, вот, именно терпением, несением креста, то есть, вот, этим всем поруганием, плеванием, неважно, как тебе будут враги, тебе причинять зло, боли, страдания, ты должен все претерпеть, даже до конца, да, вот именно даже отдать себя на растерзание. Их говорит, что именно такой Отец Небесный, и вы должны быть такими же совершенными. И христианин, естественно, когда у него не получается исполнять эти заповеди любви, то есть, проявлять ее в каких делах, или кто-то недоволен твоими делами, настоящий христианин, настоящий ученик Иисуса, настоящее дитё Божье, он начинает терзаться, ну вот, как же я вот так вот, говорит, я же, даже я так передаю разговор, на самом деле, это разговор с самим собой, с Богом, хотите, да, ты начинаешь мучиться, вот, что у тебя не получается, это, ты, говорит, это ему не сделал, этому не так сказал, этому не так ответил, этому не так отписался, вот, тебе, и ты начинаешь, я то, кажется, ну я же вроде, я хочу любить всех, да, я пытаюсь это проявлять, как-то к этому, так, к этому. Я же не знал, что ему так вот скажешь, ему не нравится, это не нравится, это не нравится. Я действительно, все-таки, казалось бы, в жизни я сейчас пока мало общаюсь с кем-то, потому что непонятно, где этих христиан взять. Потому что всех этих православных я и христиан не называю. И никак к ним, как их называть христианами? Ты что, можешь в храм зайти с кем-то пообщаться? С ихним главным христианином, с пастырем? Нет, конечно, тебя выпрут подальше, если ты скажешь, что ты не православный, но ты ученик Иисуса. Тебя пошлют просто подальше, и на этом все, все ваши разговоры естественно, закончатся. Поэтому я не знаю, где их просто найти, чтобы вживут с ними общаться, да. А вот виртуале стал как бы общаться много, да. Тем более проповедую, люди сами на меня выходят. Сейчас я, ну, раньше я сам искал их, да, сам выходил на них. Сейчас я, в принципе, этого не делаю, потому что в основном это открытые проповедники. Вот. Потому что даже если у человека там и стоит вероисповедание где-нибудь в соцсети, в статусе его какой-то, то ни о чем вообще не говорит, он даже православный такой, что он просто два раз туда ходит, когда его покрестили, и когда его отпели. И то во второй раз его уже приносят, он уже не сам приходит. Вот и все. Поэтому где их искать, как искать, непонятно. А вот общаться, как говорится, все равно получается, и особенно у меня, все равно все-таки плохо, хорошо проповедую, и люди как бы на меня выходят, да. И вот это общение показало, что да, я стал терзаться, потому что всем не уходишь, непонятно, что кому надо. 90% ты не нравишься. Причем грехи, в которых тебя укоряет, ты грехами-то не считаешь. Причем действительно, какой смысл общаться, если человеку ты не нужен. Он начинает тебя тыкать. Вы каждый раз при звонке что-то выясняете. Я говорю, за Библию, там еще за что-то, за личное что-то, он тебя там тычет, что ты вот такой, не такой, критикует. Ты думаешь, зачем это надо? Мне это неприятно, мне эта радость не доставляет. Ему, а почему я должен его слушать, кивать головой, если я все равно этого делать не буду. Он мне говорит, ты вот бритый, да, или не бритый, наоборот. Кому как, кому угодишь бритостью, кому не бритостью. Что я должен сделать? Покивать ему головой, завтра все сбрить? Или, наоборот, отращивать эту бороду вонючую, которая мне не нравится? Улыбаюсь я или не улыбаюсь? Я тогда им говорил, кто будет мерить там мои зубы или ширину улыбки? А где критерии этого? Как я должен улыбаться, а как я не должен улыбаться? Я стал задумываться, но я всегда говорил, что любовь это не исполнение всех пожеланий, прихоти ближнего, да, тем более каких-нибудь злых дел. Вот, но даже вот этих прихотей или его личных каких-то, говорю, вот этих критерий святости, которым ты должен соответствовать, христианство или еще что-то. Вот. И я тогда стал задумываться, а что я плохого делаю? Ничего. И действительно, если, получается, я даже ему своим общением, я ему действительно делаю плохо. Ну, не проповедовать я не могу, да. Это благо, это благое дело, сам Иисус нас всех послал. Как я проповедую? Как и Павел говорил тоже, другие там плохо, хорошо проповедуют, я и тому радуюсь. Да ты не имеешь права, у тебя нет никакого права судить меня. А вот уже личное общение, я начинал задумываться, слушай, вот какая больше польза? Вот я иду с ним на контакт, пытаюсь наладить его, да. Он вот, в принципе, мне неприятно с ним общаться, нам не о чем поговорить, да. А он меня вечно там тыкает, судит. Я беру эту трубку, отвечаю там в скайпе или еще где-то, неважно. Он меня прессует, и я вот делаю вид, что, да, я же люблю его, и буду делать вид, что мне, ну, не буду ничего плохого, говорит, так, послушаю, послушаю, да, положу трубку, ну, да ладно. И буду делать по-своему. Он опять меня посмотрит, я ему опять не понравлю, все будет по кругу. Я думаю, слушай, а вот чем я больше ему доставлю горя даже, пусть, тем, что я возьму и вот буду не исполнять, или начну с ним что-то спорить, оправдываться или ему доказывать, а еще, может, и его начну прессовать в ответку, или я вообще порусь с ним просто общение, действительно, и не буду с этим человеком общаться. Я стал задуматься, что больше пользы будет, да, если я не буду просто с ним общаться. Вот и все. Вот именно вот как я говорю, ты можешь этим людям вообще не делать зла, и ты же не встречаешься с этими людьми по жизни. Какое тебе дело? В татуировках он или нет? Что он ест, что он пьет, чем он живет, курит, пьет или ругается? Как ты не видишь этого человека вообще в глаза? Вот тебе Господь даст, какого он человека судить, которого ты ни разу в жизни не видел? Ты скажешь, Господи, ну как же я буду судить, я вообще ничего о нем не знаю. Я стал задумываться, я говорю, такой ли я плохой на самом деле, потому что тот, кто, я говорю, реальный христианин, его начинает, мы, я себя к ним причисляю, я начинаю задумываться, ну как, что, мне же хочется действительно себя шлифовать, учиться возрастать в любви, совершенствоваться в любви, в познании тем самым Бога, да. Ну я, если я это делаю искусственно, я говорю, я же понимаю, что это не дела любви, я почему-то ему потакаю, непонятно почему, хотя я с ним не согласен, у меня есть, и я верю в истину, что каждый человек имеет право исповедовать и верить, и жить, как он хочет. Я начинаю, когда сам себе противоречиваю, у меня начинается расстройство внутреннее, как в психике, да, раздвоение личности и так далее. Я именно так пробовал жить, и у меня не получилось. Многие говорят, ты там поменялся или возросся, я вот, да, я в принципе говорю, что во мне поменялось, в учении ничего, а в крепости изменения, и опыте жизни, да, поменялось, конечно. И я тогда стал думать, я говорю, почему я такой плохой? Ну, для них я плохой, для себя-то, я же знаю, я же чувствую, у меня чистое сердце, я ничего плохого бы им реально не сделал, в чем бы меня мог обвинить Господь, да. И зачем тогда это все вообще? И зачем тогда это все вообще? Я понял действительно, что вы знаете, вот можно жизнь прожить, не делая никому зла, жить и не грешить, да. Действительно, надо поменьше тогда, вот, быть изборочным, там, в общении с кем-то. Ну, если ты не нравишься человеку, чего с ним пытаться налаживать контакт? Всегда передо мной глазами вы знаете Иисус, его жизнь. Благо, нам не просто какое-то теоретическое учение оставили на жизнь. Вы знаете, сколько раз я читал, изучал Евангелие, очень хорошо его знаю до сих пор, опять с вами снова уже и публично читаем вместе, чтобы назидаться. Он не пытался всем миром угодить, да, он не пытался всех тоже накормить. Да, я с радостью, с великой служу, делаю, делаю добрые дела, то есть сверх что-то. Но я действительно перестал терзаться. Посмотрите, наверное, на крестителя. Что он делал? Он работал? Нет. Он всех на свете накормил, бедных, сирот, кому-то дома строил, кому-то еще что-то делал. Да нет. У него была своя миссия. Да, он проповедовал, да, он учил вот именно этому добру. Сам он ел колючки там, медом закусывал, все, водой запивал. А что он еще делал? Он действительно, человек не сделал никому зла, и все добро, что он сделал, ему, как говорится, в плюс, да, в его святость, в энергию жизни, энергию любви, энергию Бога, энергию совершенства, он это приумножал. Посмотрите на Иисуса, весь ли мир он спас. Я говорю, он даже не проповедовал язычников, я всегда, и вы помните, это говорил, я задумайтесь, сколько за три года его проповеди, погибшим овцам дома Израилева, умерло грешников, повсюду, язычников, во всем мире, миллионы людей, наверное, он умерло. Но из этого я всегда предлагал сделать другие еще выводы о Боге любви, о которых сегодня просто не хочу говорить, что вот именно, и что эта жизнь далеко не предел всему, и далеко не по этой короткой жизни Бог будет нас судить в вечности, мы действительно, наш путь к совершенству, он бесконечен, точно так же, как и наша жизнь, наша природа, наша душа, наш внутренний человек, или дух, или ум, как хотите, короче, мы бессмертны, вечны, и всегда можем в любой момент повернуться, обратиться, и пойти на путь совершенства, и достигать не только в этой жизни, не только в этих жизнях, может быть, я ничего в этом плане не исключаю. И действительно, тогда я стал понимать, что, и вот я говорю, сейчас еще эту теорию, в практику, она у меня стала обращаться, вы знаете, действительно, это не просто какое-то самовнушение, или спокойствие, это действительно гармония с самим собой. Ну, кто видел, я сейчас, я говорю, стал такие, тоже вот эти мудрые мысли со своими аватарками лепить там, в фотошопе и выкладывать в соцсетях, кто у меня там в друзьях, те, наверное, видят, вот, как тоже одна из мудрости, да, то есть, величайшая гармония человека и мира, его души, тогда, когда он понимает, что он никому ничего не обязан доказывать. Ну, там немножко по-другому, я сейчас своими словами, их не все заучиваю наизусть, какие-то прям ложатся на фразы, на сердце, ну, общие мысли, естественно, помню. Вот. Кому ты что должен доказывать? Я говорю, вот эти беседы, я помню, были. Ну, вот у меня была там, вы знаете, кто смотрел уже сейчас, я там одно выложил из свеженького. Я говорю, недавно мне человек звонил, я как бы, так скажем, отказался сразу с ним разговаривать практически. Вот Саша там предлагал с этим, Олег, по-моему, да, ну, поговорили, ну, вот выложил. Мне не надо было, это в принципе, я сделал только ради, там, Саши пообщались опять. Какой в этом смысл? Да никакого. Что-то с кем-то спорить, что-то кому-то доказывать. Вот. Я реально стал смотреть на себя немножко иначе. Я говорю, я реально стал, во-первых, трепетно относиться к тому, чтобы не делать реального зла. Вот действительно, даже вот в этих каких-то спорах, в случайных людях, там где-то на улице, на дороге, в жизни, в интернете встречается. Я говорю, и как бы тебя, на тебя вот даже враги не наезжали, там еще что-то, обижали, оскорбляли. Я говорю, допустим, забанить в Ютубе, я не считаю это злом. Я говорю, это мой дом, это моя комнатка, вы помните, Иисус всегда уходил в пустынное место, в сад, куда угодно, на гору, там, да, уединялся в домах, точно так же, помолиться, отдохнуть. Это мой дом, и тот же самый Ютуб, каналы Личной Майи, это моя крепость, мой дом, да. Я делюсь здесь небесным хлебом, да, с кем-то, и физическим хлебом, кто знает, да, ко мне обращается. Я за счет этого канала объявляю о каких-то нуждах, и мы так можем друг другу действительно помогать, соучаствовать в горе, в радости, ибо если мы христиане, семья, пусть мы далеко, мы должны помогать друг другу однозначно, не только духовным хлебом и физическим, даже я бы сказал, в первую очередь, поэтому, естественно, проблемы наши друг друга мы должны обязательно решать, земные, небесные, любые, вот. А на других каналах, пожалуйста, мы можем там и подебатировать, и там ты можешь себя вести, как хочешь, я и там же буду себя вести, стараться культурно и по всем правилам, да, вот. Но действительно, вот благо, какое можно сотворить благо? Ну, я говорю, вот Иисус к врагам, мы с вами Евангелие читали, только вот закончили по Марку, ну, правда, сегодня этот ролик выйдет, я просто сегодня закончил, но вы этих роликов еще не видели, но неважно, вы знаете, да, то есть Иисус на кресте явил максимальную свою любовь, да, к врагам, к своим, кто мое чтение слушал, тот это все видел, вы и сами-то, конечно, это должны видеть, но благодаря тому, что мы вместе читаем, я думаю, вам это раскрывается в большей степени, и он там явил, но опять же, какую он любовь к врагам явил? Ну, да, он молился за них, действительно, Отцу Небесному, но по сути, сам показывал свое нутро, ибо он отец одно, отец в нем, и он в отце, и как бы он, если молился отцу, значит, это отец внутри, значит, отец есть любовь, он же его просил простить, значит, это его внутреннее желание, а он отец одно, значит, отец есть любовь, да, вот, чтобы не вменил им греха, но при этом, я говорю, если мы, но это правда, если мы Иисуса Богом признаем, тогда это он же им жизнь подает, но мы, как люди, таких не можем вещей сотворить, что вот мы можем врагу сделать? Мы действительно порой просто вот молчанием, мы по сути, это еще так сказано, уклоняйся от зла и делай благо, а ведь уклонение от зла, то есть, ведь вот это, допустим, молчание, когда на тебя человек кричит, вопит, бьет, может тебя, ты уже вот этим только, ты не только уклоняешься от зла, это и делание добра, потому что ты, как в других местах, вы прекрасно знаете, не побеждаю, Павел говорил тот же самое, не побеждаю зло злом, да, но побеждаю зло добром, и молчание в данном случае, это даже большее добро, более того, говорит человеку во гневе какие-то вещи, даже правильные, это может его только еще больше раздражать, да, так он скорее, как говорится, успокоится, ты даже, потому что человек беснующийся уже, ненавидящий, он может искать только повод, ты чего бы ты ему ни говорил, даже уже, ой, прости меня, ты молодец, ты хороший, его это уже может бесить, хотя его уже может бесить, и бесить, и молчание, и все что угодно, то есть, все, человек, если он тьмой, тьма им овладела, там, конечно, беда, вот, и утрен, ты можешь только методом эксперимента пробовать, и так, и так, какие-то поступать вещи, и ты не угадаешь, вот, ну, я говорю, ну, с виду это называется, как бы, ты же никакого, вроде бы, казалось бы, благо не делаешь, нет, ты делаешь, поэтому, вот, это не творение зла, оно само по себе уже благо, поэтому, уклоняйся от зла, и делай добро, нам кажется, что мы прям должны что-то ему сделать, да мы не делаем ему зла, уже делаем добро человеку, вот, и, это раз, контекст, я говорю, и ту мысль, еще раз, которую я уже, я не говорил, не знаю, получилось мне донести, сконцентрировать, это та мысль, что ты, не пытаясь сделать всем на свете добро, вот, лезть ко всем в душу, нам кажется, этому надо, я говорю, вот это доказание той же самой истины, знаете, прям вбивать ее в человека, я тебе докажу эту истину, потому что ему это благо будет, что ты ему благо, это в рот затолкаешь, от желудка по самое горло, вот так, а ему это не надо, ему твоя истина, он еще не, может он, он действительно может заблуждаться, хотя может ты, сам быть неправ, очень любим себя выше, мира сего, всего ставить, и все, мы вот тут пупы земли, мы истину познали, все кругом нет, но ты сам можешь так говорить, я вот тоже утверждаю, что я познал, но другого человека, ты можешь не убеждать, а только показать это, а никак ему не запихивать это в горло, через ротовое отверстие, так, чтобы он помер, это действительно есть другое, я еще вот не все эти фразки выложил, там в соцсетях, выкладываю потихоньку, я говорю, только безумный фанатик думает, что он может сделать тебя зрячим, выкалывая тебе глаза, да, сделать тебе, чтобы ты прозрел, выкалывая тебе глаза, там тоже, я дословно не помню, все эти мудрые мысли, но смысл понятен, вот, у нас действительно так, как иудеи, как фарисеи хотели Иисуса, научить уму-то разуму, распять его, да, чтобы он познал, что он богохульничает, убедить они в этом никак не могли, не могли только силой, его это, он же проклят всякий, висящий на древе, мы тебя повесим, и ты узнаешь, что ты проклятая, не богословенная, вот, логика, железная, вот, и поэтому действительно, я вот, хотел поделиться, так я говорю, наготой сердца, от сердца к сердцу, что вот это, не творение зла, это уже великое дело, и, у тебя вот просит, я говорю, помощь, конечно, мы не виновны в бедах этого человека, это уже хорошо, я согласен, помочь, да, ну, конечно, Иисус нас учил совершенной любви, особенно по возможностям, притча о добром самаренине, где он не просто, избитого там пришел, ему там платочком лоб отер, пару капли пота смахнув, нет, нет, вы помните, какую притчу Господь просто, божественную рассказал, о том, что этот самаренин, взял все попечение об этом человеке, которого избили разбойники, бросили на дороге, он его и взял, и отвез в больницу, или в гостиницу, как хотите, заплатил, и это сделал уже, заплатил за его уход, сколько считал нужным, правильным, но сказал, что если потребуется больше, я обратно пойду, и все, тебе еще это возмещу, ты только поставь этого человека на ноги, неважно, он мог сам это сделать, ну, по притче Господь рассказал, что человек шел дальше, и верил просто, ну, что ты своими силами ухаживаешь, что платишь, суть, неважно, ты можешь где-то зарабатывать деньги, этот же путник куда-то шел, вот именно у него были дела, и это нормально, что он не сам стал за ним ухаживать, а заплатил тому, кто, чья это работа, по сути, этого гостиницы, больничники, неважно, кто там было, вот, а он пошел, как говорится, по своим делам, может быть, караван, он мог быть торговцем, да, вот, и сказал, что вот так сделать, и действительно, он человека поставил на ноги, да, вот это великое благо, но тут опять же, тут мы видим еще и беду, и горе, несчастье, очень высокого уровня, человек избитый, при смерти, на дороге, да, а действительно, то есть, бывает разного уровня нужды, и мы их меряем, одно дело, жизненные нужды, да, на грани жизни и смерти, это да, ну, это я к крайности говорю, порой и то же самое, заплатить за коммуналки, это на уровне жизни и смерти, да, мы эти проблемы должны, говорю, помогать друг другу, лишать, вот, а как, и так, ты, конечно, анализируешь и выше, 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 что касается того же самого, творения блага, и опять же, ты сам можешь осудить, в принципе, да, грубо говоря, делаем в сборках, не раз там делали, пусть это большая сумма, там, на газ тогда, вы помните, собирали, ни одной семье, да, ты не можешь дать 50 тысяч, ты не можешь 10 дать, ты не можешь 5, ну, ты же можешь 100 рублей дать, ты тоже помог, и 1000 рублей твоя может стать решающей, да, ты 100, ты 100, ты 500, так мы и собираем, поэтому это не взять, что ты должен все вот целиком решить, каждый сколько может, да, помогает, и получается, даже 100 рублей, действительно, ты собираешь сокровища себе на небес, ты откликаешься, сколько можешь, помогаешь, сколько веришь, сколько хочешь, это не важно, ты должен сделать это так, насколько у тебя чистое сердце, я вам про себя рассказывал, да, потому что я тоже вижу, ко мне приходят и всякие там посты, или еще что-то, я у кого-то вижу, я некоторым просто тупо тоже не доверяю, понимаю, что это может быть вообще развод какой-то, потому что нету точной пересылки, какие-то мутные документы, не видно ни лица, ничего, потом почему-то действительно сразу не отзовешься, через час уже анкета пропадает, бывало, и такое, вот, ну и то я вам рассказывал, как поступаю я, я от 50 рублей беднее не стану, а сердце мое остается чистым, я вообще, тогда я просто на практике привязываю, тогда вообще не терзаюсь, поэтому я почти отвлекаюсь на все, все, что приходит, я у кого-то вижу, я хоть 50 рублей, да, переведу, и у меня сердце свободное, на что такое 50 рублей, пакет молока, ну 30 рублей, самый дешевый у нас, а так 50, а то и 80, что такое 50 рублей, я говорю, пакет молока, а то у нас очень любят поститься, вот, и, можно тогда и попаститься, пакетик не купить, вот, ты помог, у тебя сердце свободное, неважно, развод это не развод, вот, а вдруг не развод, а ты не помогаешь, вот, это, я всегда привожу пример, у Михалкова, это фильм-то, статский советник, ну, фильм ничего так, средненький, можно смотреть, там-то помните, когда этот предал Гринета, а его потом, это, царское КГБ, так назовем, я не помню, как он называл, чекисты, это отпустили его, они встречаются-то в кафе-то, он с этой иглой, со своей, и он ему поверил, говорит, ну, пойдем, а та-то, говорит, как ты ему, ну, ты же понимаешь, что его просто отпустили, чтобы к нам опять вписаться, а он говорит, лучше я поверю другу, ой, лучше я поверю врагу, чем не поверю друга, это единственная фраза, я запомнил из всего фильма, кстати, это стало опять из одним кредом моей жизни, поэтому я лучше помогу врагу, я не знаю, да, это может быть плохой человек, он может быть на Багамах, просто пишет разводные, посты собирать, но если я не помогу, а вдруг это окажется нуждающейся, и я не помогу нуждающимся, и я тогда на всю жизнь это запомнил, и по этому принципу стал жить, я говорю, это я для себя говорю, 50 рублей, у вас это может быть 10 рублей, если вы очень бедный, 5 рублей можно перевести, через онлайн кабинет, любую сумму, рубль можно перевести, меня тогда это на всю жизнь, и я применил не только там к этому предательству, а вот к этому всего, вообще к отзывчивости, запомните ее еще раз, я могу произнести, он говорит, лучше поверить врагу, чем не поверить, чем я, лучше я поверю врагу, чем не поверю другу, он же не знает, все равно наверняка мы не можем знать, да, его отпустили, его схватили, отпустили, может он сбежал, и он его там поспрашивал, как что, он говорит, ну я же не знаю наверняка, плюс потом все вскроется, на самом деле, действительно, особенно христиане, те же самые уповывают на Бога, там разберется, человек эти деньги во благо все равно не потратит, скорее всего куда-нибудь сквозь пальцы протекут, и через Господа мог ты на добрые нужды пойти, ты не знаешь этого, сейчас главное, как ты поступишь, отреагируешь, а ты наверняка не знаешь, ни что это развод, ни что это нужда, я говорю, ну есть же какой-то уровень, я почему вот на свои стал ролики так реагировать, я же знаю, кто меня смотрит, я думаю, ведь важна сама реакция, реагируем мы или нет, вот, конечно, я говорю, понятно, вы в этом не вернуваны, я сам сегодня ролик пишу на тему «Не твори благо», конечно, никто не виноват в бедах других, да, и в принципе, я говорю, не обязанных, так скажем, решать, вот, хотя я вам говорю, что здесь немножко другое, когда я говорю о нетворении зла, вот такого, это я имел в виду, что мы очень часто любим всем вокруг навязывать свою любовь, вот это вот, я вот в этом контексте говорю, потому что здесь сама вот эта фраза, у человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность никому не делать зла, это к тому, что действительно, мы порой хотим всем, мы утверждаем, что мы всем там добра не сделали, вот этому, бежим там делать, от нас порой ничего никто не требует, а вот действительно, и порой ты домой же приходишь, и на тех же самых близких там что-нибудь срываешься, или согрешаешь в каком-то узком кругу, и вот тут, да, тут как бы ты рвешься туда, ты действительно, зла ты можешь не делать никому, а творить добро по всему, тебе нет возможности, порой, а ну кому-то не нужно твое добро, как я говорю, истину мы проповедуем, с кулаком, или с мечом в руках, это неправильно, что не познавшим, атеистам, еретикам, язычникам, что своим, еретикам, я говорю, каким-нибудь, кто в своей там, какой-нибудь секте, направлении, и вот тут вот, поэтому, я говорю, всем мне хочется, кто это опытом прошел, тоже терзается, или еще нет ответов, я вот своим таким опытом делю, и практическими, размышлениями, тот, кто познал истину, действительно, то, что мы не делаем, я говорю, человек, покаявшись, человек, мы все очень требовательны к христиану, это хорошо, но никогда нельзя себя загонять совсем, уж там, в ныне, в ныне, вот в это, я говорю, в такую несправедливую, самому к себе действительно критику, потому, что я говорю, покаяшись к христям, действительно сильно меняется, я говорю, ты перестаешь на кого-то наезжать, обижать, оскорблять, я говорю, это же мы все по себе знаем, вот, у тебя меняется сердце, если раньше, Ты сам смотрел с удовольствием эти передачки, где друг друга там грызли. Сейчас вот там смотришь, это Украина вечно с Россией. Сейчас я вот смотреть их не могу. Мне неприятно, что братья ссорятся. Неважно, кто они есть. Даже русский с американцем. Американец мне такой же брат, как и украинец. Орут там друг на друга. Они каким контекстом грешники орут? Вы козлы, мы все козлы, мы все хорошие. А у нас у самих лицов пушкут, как будто русские там лучше всех. Да такие же, как и все остальные. Что эти, что? Самые сущие сатанисты, их хорошего хватало. И все эти крики ничего не приводят. Только терзают сердце, обижают, унижают друг друга. А по факту ничего не происходит. И человек, конечно, меняется. Я говорю, я вот сильно изменился. Раньше ты мог спокойно обидеть кого угодно. Я говорю, тебе что-то не понравилось. Тебе что-то не так с дачу тебя обидели, не дали. В маршрутке наступили. Сейчас ты христианин, да ты улыбнешься, скажешь сам, простите. Я так не раз делаю специально, даже люди удивляются. Казалось бы, она тебя, ты его извините. Она тебя, она же понимает, что она попятилась, на ногу тебе наступила. А ты даже ее опережаешь и говоришь, извините, пожалуйста. Как будто ты ей вот им говоришь, что это. Ну я тут неудачно стою просто. И это на людей очень сильно влияет. Вот им, ты не нервничаешь, когда большая очередь. Уже все кричат, шумят, кто-то лезет. А ты не нервничаешь, а ты не срываешься на эту продавщицу или еще что-то. Или она медленно работает. Раньше ты в очереди простоишь, я уж прямым языком скажу, обосрешь ее с ног и до головы. С своим другом или подругой. О, вон овца там еле что-то тележится. Ты можешь такие фразы выбрасывать. Ты покаялся. Какая же она овца, это твоя, грубо говоря, сестра сеет. Это человек перед тобой. И мы об этом просто забываем, что мы настолько сильно изменились и стали действительно нормальными людьми. Об этом надо не забывать, особенно в моменты какого-то уныния. А по возможности, конечно, делать добро. И прежде всего делать ее тем, кто действительно нужен. Я говорю, а то мы часто очень навязываем какое-то свое счастье, свое добро. А когда вокруг нас действительно нуждающийся человек или что-то хочет, мы почему-то это ему не даем. Мы всем думать, а вот ему, вот этому алкашу, я сейчас дам 20 рублей на водку, он же на водку потратит, это же грех. Я лучше пойду что-нибудь сделаю тому. Вот я ему куплю, что я ему куплю? Рубашку. Ему нафиг не нужна твоя рубашка. Ему нужно 20 грамм водки. Ему ничего не надо. Это его счастье такое. Хоть ты тресни, это так. Ему-то ему не надо. У него есть эта вонючая рубашка, в которой он ходит. Ты ему какую-то новую купишь, он ее стирать не будет, он будет вонючий ходить, потому что он пьет целыми днями. И он ничего не ест, ему не нужна еда. Он ее ради ему ест и пьет, и запивает ей. И просит у тебя реально на водку. Даже если говорит, что на хлеб. Мы все прекрасно знаем. Или что ему там на маршрутку не хватает, или еще что-то там ходит, собирает. Так что вот так вот. Не знаю, что вы там из моих мыслей вытянули. Действительно, у меня такое тоже было. И где-то отчасти продолжается. И особенно с христианами вот этот опыт я пережил. Я говорю, надо попроще быть. Я утвердился. Я говорю, раньше я очень много слушал. Мне говорили, да ты никого не слушаешь. Да нет, родные. И я как раз слушал. И меня все это очень кололо сильно. Когда вот Инна меня несправедлива. Начиная от эрру моей внешности, моего поведения. Как я говорю. Потом касается, что я говорю. Там учения. И меня этим тыкали, дергали. Я почему-то должен говорить, как он. Я говорю, слушай, вот вас у меня много. Ты мне реально звонишь. Мне пять минут, ты знаешь, кто звонил. Многие мы знаем друг друга, многие нет. Я говорю, он мне полную противоположность говорил. Вот я говорю, мне из вас двоих кого послушать, чтобы кому угодить. Я говорю, я с вами с ума сойду. Один мне говорит так себя видит, другой вот так вот. И я говорю, нет, родные. Хватит. И я тогда действительно перестал это делать. И вот сейчас я спокойно стал реагировать на все эти. Что-то там пишет кто-то. И ждал я там, как я говорил, какой-то благодарности. Что эти лайки там, что действительно какие-то теплые комментарии. Если ты действительно это испытываешь, ты какую-то пользу получил. Но ты напиши. Это нужно видеть. Я потом уже бросил на все. Я знаю, что я приношу людям пользу. Да, этими проповедями, этими словами, чтением, писанием, разъяснением всем этим. Жизненным опытом. Одним явлением своей вот этой смелости, твердости, восповедания. В вероучительстве, в учительстве, как хотите, во всем. Я понимаю, что и даже врагам я приношу пользу. Если он мне все равно слушает. Как бы он ко мне не относился, значит, что-то его цепляет. И пусть они мне об этом не говорят. Я говорю, пусть те, кто даже кому я пользу приношу, не считают нужным. Каждый день там за каждый ролик написать спасибо там или еще что-то. Я-то знаю, что я это делаю. Я по себе знаю. Потому что я сам от некоторых вещей, от людей получал эту пользу. Я говорю, в том числе, кстати, и материальную, и духовную все, поддержку. Я понимал, что ты это делаешь. И пусть ты не видишь этого результата. Никогда нельзя ослабевать. Надо делать, и делать, и делать. Потому что это действительно так. А люди почему не делают, грубо говоря, добра? Ну, потому что... Или мы забываем. Я говорю, мы об этих забываем вещах. Я говорю, о теплых словах. А это зря. Я говорю, мы своим близким, родным вот именно редко что говорим. А это важно. Это и есть же любовь. Какой-то умный, какой-то красивый у меня сегодня. Мы этого не делаем, не говорим. Мы любим больше тыкать. Тыкать. Обижать, оскорблять. Это, конечно, неправильно. И вот именно вот... Я говорю, не можешь из себя хорошее выдавить. Хотя бы не выдавлю плохое. Ничего. Вы знаете, вот я задумывался, когда тоже о тех делах, о своей жизни. Ну, я все время задумываюсь. Ну, именно так как-то конкретно бывает опять. Нахлынивает что-то такой, анализ, что ли, или самосуд какой-то такой. Не знаю. Не важно, как это происходит. Ты где-то там за чаем сидишь. В ванне там валяешься, гуляешь. Или еще что-то. Или с кем-то общаешься. Ну, такие наплывы у тебя бывают. Ты думаешь, как что. И да, вот. Потому что ты же не можешь смерть реальности. Ты не при смерти, не болеешь. Или еще что-то. Или какая-то смертельная опасность тебе не угрожает. Или кто-то. Ты все равно не можешь прям почувствовать смертельный этот час, твой исход. Ну, а вот так раздумывая, ты все время думаешь, ну, вот что, что я перед смертью буду вспоминать, о чем жалеть, о чем, наоборот, радоваться. И вы знаете, не об одном. Если ты сейчас сидишь, думаешь, дать ты еще не дать, да? Я помню, даю. И вы знаете, в чем-то мне прям всегда, когда я помогаю, не важно, чем материально, духовно, я говорю, у меня всегда вот это чувство. Ты прям как чувствуешь вот эту благодать какую-то. Вот это действительно, что Бог в тебе. Ты чувствуешь, как будто у тебя свет, хорошо тебе. Ты понимаешь, что вот ты. Это не какое-то там самовосхваление. Действительно, ты просто чувствуешь радость и счастье. И причем, я говорю, у меня это сопряжено с чувством конца и смерти. Ты думаешь, потому что если еще какие-то приходят, с двух же сторон начинает долбежка. Даже уже помог, тебе начинает долбежка, если это деньги, там, жаба душить. Вот, мог бы все-таки на себя там потратить. И вот эта мысль о смерти, о суде, ты думаешь, блин, вот я бы, я бы, ты в последний день, как Господь сказал, грызь себе, будешь локти кусать. Скрежет зубов будет. Ты плачешь о том, что ты этого, не этого. И вы знаете, никогда перед смертью, это уж сто процентов, я говорю, хоть я вам так говорю, но мы все это знаем, мы ни об одном добром деле не пожалеем, а вот о злых будем жалеть. Это факт. И ты будешь рад, ты знаешь, как будешь прям цепляться за каждое доброе дело. Вот действительно, вот этот суд, который будет, он у каждого, действительно, перед глазами там вся жизнь побежит. Вы знаете, действительно, ты будешь вот цепляться, я даже не представляю, ну, как, почему-то иногда прям, как будто ты представляешь, что это такое, ты как будто переживаешь. Я думаю, некоторые знают, о чем я говорю. Такое у меня тоже было, несколько переживаний. Поэтому тут лучше, вот, я говорю, зла точно не делать. Может, перед тобой ничего доброго не прибежит, но зло будет очень сильно тебя жалить, да, это будет что-то такое невероятное. Вот, поэтому, я говорю, неделанием зла вот этого мы действительно делаем очень много. Не надо этим пренебрегать, несмотря на то, что мы стремимся к совершенству. Ученики Христовы, не надо это умолять. В моменты какого-то вот этого, может быть, апатии, самоукорения чрезмерного, чьей-то долбежки, надо, наоборот, себя этим подбодрить, подвдохновить, что не такой я и плохой. Если это действительно так, конечно, если ты живешь, как свинья последний, и сам все убеждаешь, что ты хороший. Нет, а вот тем, что ты не можешь всем там, я говорю, надо просто действительно в жизни учиться, понимать, что такое добро, что такое зло. Вот эти дела любви распознавать, потому что, я говорю, а то, что тебе все что-то требуют, и ты всем это дать не можешь, это же не говорит, что ты зло делаешь. Нет, у тебя нет вот возможности им это дать. И не нужно, более того, тебе. Опять, эта фраза, она же далеко не совершенная и не всеохватывающая. Ты не должен ничего давать. Я говорю, а то, что он считает, что ты должен быть вот с такой бородой. Я просто, видите, у меня какие-то близкие примеры, я их привожу. Например, у вас это могут быть другие вещи, за что там кто-то вас близкий, может, пилит. Вот, а это никакая не святость, и ты ничего ему не должен. Вот, это никакая не любовь, и ты в этом не возвысишься. И то, что ему это пойдешь, я говорю, другому не понравится. У тебя, может, есть жена, которая скажет, мне не нравится, что ты небритый, и я с тобой целоваться не могу. Почему ты должен этому какому-то брату угождать, так скажем, по вере. Потому что он где-то вычитал, или сам себе придумал, что в бороде святость, что Бог так повелевал. Так что, вот так вот. Поэтому, ну, мне хотелось как себя поделиться, кого-то подбодрить, может быть, этим самым. Действительно, так, вы все это знаете не от моих слов. Все, что я говорю, у вас сердце либо откликается, либо нет. Вы должны сами распознавать. Я для себя, конечно, ориентир один истинный, твое сердце. Ну, опять же, как Господь сказал, если это сердце арчет и жаждет правды, тогда да. Тогда это правильный ориентир. Может, ты сегодня будешь заблуждаться, все равно сердце, еще ума-то бы должно набраться. Но это если искреннее стремление к святости, к истине, к чистоте, то Господь человека будет научать. Как человек научает сына своего, дочи своего, ребенка своего. Так что, вот так вот. Так что, уклоняйтесь от зла. Делайте благо. Этим самим вы уже будете стремиться и познавать мир. Будете за ним следовать. Все, всем я вам желаю всякого-всякого счастья. Заповедь, вы помните, с Иисусом, завет, который мы с ним поставили. Он с нами, мы с ним заключили, согласились. В одной единственной заповеди, что если мы любим его, будем ее соблюдать, это заповедь о любви всего вокруг Богом созданного. Ну, в первую очередь, конечно же, людей. Все, я с вами прощаюсь. До встречи в следующем ролике. Если вам полезны, отрадны мои уроки, мои проповеди, смотря какие каналы вы смотрите, мои чтения, то вы сами уже знаете, что делать. Все, пока-пока. Всех по-братски обнимаю и целую. Пока-пока.